Я, честно говоря, думал, тут человек 10-15 уже засыпающих и усталых. Здесь значительно больше, чем я предполагал. И очень молодые, я смотрю, люди, которым рассказывать что-то из истории, наверное, даже будет непросто. Ну, хорошо. Название того, о чем я должен рассказывать, поставило меня сильно в тупик, потому что журналистика во время мейнстрима, я не знаю. Суслово журналистика мне близко, что такое мейнстрим я не понимаю. Но выяснилось, что организаторы этого конкурса хотели бы разговора о журналистике в сегодняшнем мире с учетом двух очевидных проблем. Первое стоит в том, что все профессиональные журналисты чудовищно напуганы интернетом. И есть ощущение умирающей профессии. Вот я когда был маленький, в автобусах были кондукторы. Входишь, платишь деньги, получаешь билет. А потом кондукторов заменил такой железный ящик. В него бросаешь деньги, откручиваешь все билеты. Исчезла профессия. Есть ощущение, что журналисты тоже заменят какой-то железный ящик. Не без ужаса я несколько лет назад в аэропорту увидел журнал «Ньюсуик» с такой огромной шапкой. Это последний печатный номер «Ньюсуика». Я довольно долго смотрел, потому что я читал журнал несколько десятилетий. А потом через какое-то время он вышел. Вновь. То, что выяснилось, что он все-таки нужен. Я не принадлежу к числу тех, кто полагает, будто появление интернета убьет профессиональную журналистику. По простой причине. Профессиональная журналистика невероятно. Нужна обществу. И сейчас мы об этом поговорим. Вторая проблема, которая волнует журналистов, состоит в том, что наше журналистское сообщество раздираемо чудовищными противоречиями. Одни обвиняют других в том, что они ведут пропаганду. Те, кого обвиняют в том, что они ведут пропаганду, даже не отрицают. Это говорят, что все занимаются пропагандой. Вообще нет никакой такой независимой журналистики. Это переслышат со всех сторон. Вся журналистика является продажной, вся журналистка является пропагандой. Чего вы к нам придираетесь? Действительно так бывает. Поймают иногда воришку. Он говорит, все воруют, а меня одного посадили. Таким образом, есть две причины поговорить о том, нужна ли профессия журналиста сегодня, нужна ли журналистика и какая журналистика нужна. Мне кажется, что... Я даже вообще на самом деле не понимаю причин этих споров, потому что все совершенно очевидно. Существует у нас в стране такая общественная коллегия по жалобам на прессу. Не уверен, что вы об этом знаете, но она существует. Такая общественная организация, в которую другие общественные организации, начиная с Союза журналистов, делегируют неких людей. Я вот в этой коллегии уже второй срок состою. Мы только что рассматривали дело. То есть любой человек в стране может пожаловаться на выступление о средствах массовой информации. Вот женщина из Иркутска, если я не ошибаюсь, написала жалобу в коллегию на средства массовой информации, которая обвинила ее в том, что она, работая в такой общественной организации «Голос», является американским или западным агентом и тем самым мешает проведению выборов. А выяснилось, что она, в свою очередь, обратила внимание местной избирательной комиссии на то, что у некоторых кандидатов в депутаты одни и те же списки тех, кто их поддерживает. Видно, что это просто копия. И у нас на заседании коллегии разгорелся спор. Одни стали говорить, да, действительно, голос, он же точно работает на американцев или еще что-то. А другие говорят, нет, она ведь, наверное, права. На мой взгляд, и я позволил себе это сказать, тут не о чем говорить. Возможно, она американский агент. Возможно, она напротив права. И все списки этих мнимых избирателей были изготовлены на одном ксероксе. Мы, сидя в Москве, не можем этого определить. И не должны. А вот журналист, который написал о ней, должен был начать с изучения вопроса и проверить списки избирателей, и как они изготавливаются, и найти этих избирателей, проверить, и сходить в комиссию, сходить в политические партии, выяснить, и представить результаты своего расследования читателю, зрителю или слушателю. А он этого, или она, материал неподписной, что само по себе вызывает, не сделал. И это свидетельство того, что мы имеем дело не с профессиональной журналистикой, а с чистой воды пропагандой. И тут, что называется, двух мнений быть не может. На самом деле, появление интернета ровным счетом ничего не изменило. Как были в нашей стране профессиональные журналисты, сознававшие свой профессиональный долг, так они и остались, и надеясь, будут. Как были в нашей стране люди, которые просто честно, искренне служили заказчику, так они есть, и они будут. И это вопрос абсолютно индивидуального или профессионального выбора. Кому что нравится. Ты смотришь программы, представленные на Афтефе, и видишь замечательный материал о том, что представьте себе маленький населенный пункт на карте нашей огромной Родины. И этим, и там тоже выборы. И этими выборами заинтересовался государственный департамент Соединенных Штатов. И на самом деле, за борьбой в этом маленьком населенном пункте стоят большие политические силы. Они не называются, но намекаются. Там олигархи, здесь американские дипломаты, еще что-то. И ты думаешь, ну ничего себе, какие же возможности есть у американского государственного департамента работать с каждым населенным пунктом в нашей неоглядной стране. А потом, если ты внимательно смотришь, то ты понимаешь, что этот он, она, неважно кто автор этого материала, просто выполняет чей-то заказ. Кто-то выиграл на выборах, победил, кому-то это не понравилось. Какие-то, вероятно, деньги команды не знают, знать не хочу. Но это не имеет никакого отношения к профессиональной журналистике. И такой материал не один, он представлен на конкурс. То есть авторы этого материала искренне считают, что они сделали неплохую журналистскую работу. Они хотят с ней поделиться с товарищами, порадовать их и рассчитывают даже на приз. Что это означает? Это означает полную потерю представления о том, что такое профессионализм и что такое профессиональная журналистика, как она делается. Я, честно говоря, нахожусь в этом смысле в каком-то смущении, потому что мне казалось, что есть все очевидные истины, простые. Ну вот, как с врачом приходит, к врачу пациент, что должен сделать врач? Расспросить, выяснить, что болит, пощупать, если там живот болит, назначить анализы, разобраться. И никакого другого образа действия у врача не может быть. Если он этого не делает, он не врач. Почему, когда мы исполняем свои профессиональные обязанности, мы себе позволяем не спрашивать больного, что у него болит, не назначать ему анализы, не заглязывать в результаты анализа, не смотреть, как лечатся такие болезни и не прописывать нужное лекарство. Мы чувствуем себя невероятно свободными. А второе, что меня особенно тревожит, связано с подходом к истории нашей страны. Мы одно из немногих обществ, которое живет в прошлом. Не знаю, обращаете ли вы внимание или нет, но самые жаркие дискуссии на телевизионных шоу, телевизионных программах посвящены не сегодняшнему дню и не завтрашнему. Они посвящены прошлому. И это не случайность. Социологические опросы показывают, что мы, как общество, существуем в прошлом. Мы развернуты спиной к будущему. Даже тут неподалеку от вас была защищена в прошлом году диссертация, основанная на интервью со студентами трех видных российских вузов. Московского государственного университета, высшей школы экономики, института международных отношений. То есть будущая элита страны. Интервью проводились с 2011 по 2014 год, то есть до Крыма. Результаты. Молодые люди не думают о сегодняшнем дне, не строят планов на будущее. Они обращены в прошлое. В прошлом ищут какую-то опору. Они ищут приятное прошлое, комфортное прошлое, которое бы их поддержало. Это довольно страшная вещь. Если молодые люди не строят планов на будущее, не думают о будущем, не хотят создать себе какое будущее, то какое оно может быть у страны. Развернутость на прошлое заключается в том, что мы, как общество, напуганы сегодняшним днем, боимся все возрастающей сложности жизни, боимся думать о завтрашнем дне. И мы обращены в прошлое. Но в прошлое не в то, какое оно было на самом деле, а в то, которое мы конструируем. Там очень любопытные беседы с молодыми людьми, которые с восхищением говорят о временах Сталина. Не имея об этом ни малейшего понятия. Там какие-то замечательные детали, из которых выясняется, что молодые люди знают, что... Сталина были, там, скажем, красивые пышные усы, у Брежнева пышные брови, а Никита Сергеевич Хрущев любил кукурузу. То есть, познание о реальном прошлом не имеет значения. Важно сконструировать себе некое прошлое. И в этом конструировании прошлого, которое не имеет отношения к реальной истории нашей страны, мы, как профессиональное сообщество журналистское, принимаем колоссальное участие. Обратите внимание, какое количество исторических материалов выходит на телевидение. Даже на этот конкурс прислано очень много. Большая часть из них чудовищно трафаретные люди. От Калининграда до Владивостока, которые никогда не видели друг друга, не встречались и ничего не обсуждали, говорят одними и теми же словами, высказывают одни и те же мысли, показывают одни и те же кадры, даже одной и той же музыкой сопровождают свои. Программа. Но что это означает? Это называется простым языком ленностью, вообще говоря, профессиональной. Но за этим стоит осознание или предположение, что этого как раз от них и ждут. Не то, чтобы зрители ждут, но некое начальство. Думают, если бы автора этих фильмов запереть бы и заставить их смотреть собственную продукцию, они бы взвыли довольно быстро. Но им и не приходится это делать. Но они и не думают о зрителе. Они думают об одном зрителе, двух зрителях, ну не знаю, там директор компании, еще какое-то более высокое лицо. Ну некое, какой-то зритель рисуется. В результате предстоят картины, не имеющие ни малейшего отношения к реальной действительности. Иногда мне становится просто не по себе. Программа, скажем, о финской войне на 1939-1940 года создана так, словно никакой работы историков вообще не было. Будто не было историков, которые десятилетиями тяжело, знаете ли, тяжко изучают историю этой войны. Будто нет документов, преданных гласности опубликованных, можно с полки просто снять и хотя бы прочитать. И узнать, что какая это была страшная и кровавая война. Знаете, вышел в годовщине войны, вышел двухтомник, выпущенный Институтом Российской Истории. Это документы особых отделов Ленинградского фронта. Можно взять и прочитать, если у кого-то хватит мужества. Знаете, почему мужество? Потому что страшно читать. Одна из самых ужасных вещей, которые я читал, это брошенные на поле боя раненые солдаты, потому что там отходили, было не до них. А потом, когда приходили, выясняют, что их уже звери съели, раненых. Вот какая правда войны-то. Вот это правда. Вот такая жизнь была. А вместо этого красивый рассказ о том, чего не было. И кто-то скажет, ну и не надо. А зачем это печально? А зачем это трагическое? С какой целью вы собираетесь это рассказывать? Кому это на пользу пойдет? Я скажу, кому это пойдет на пользу. Это пойдет на пользу обществу и будущим солдатам. Потому что в 41-м Красная Армия отступала и терпела поражение, в частности и потому, что ее не подготовили к тяжестям войны. Потому что красноармейцам рассказывают, что воевать будем на чужой территории и малой кровью. А когда на своей большой крови оказались неподготовленными. Если это в общем, знаете, узкоутилитарном смысле сказать, то будущий солдат должен представлять себе, что такое война и как она страшна. Когда у нас сейчас по телевидению там звучат, ну там, в пепел преворотим. У нас в Москве очень много на автомобилях, причем все иностранные, но у производства, как иностранные, можем повторить. У меня, знаете, просто непосредственно. Я вырос еще все-таки, когда был маленький, еще было поколение фронтовиков. Что повторить? Четыре года кровопролития, 28 миллионов погибших, полстраны выжженной. Что они хотят повторить в собственной стране? А я понимаю, что им война рисуется только как 9 мая, как бесконечный праздник. А что было 1400, там, сколько-то дней войны, они об этом не знают и знать не хотят. Мы в этом участвуем и помогаем. Там, в своем фильме, там, боевой путь какой-то, там, дивизия. Вот кому это, для кого мы стараемся? Кому мы это, для кого, кому мы хотим помочь? Восстановить память войны, память героев? Нет, так память героев не восстанавливается. Найдите судьбу этого человека. Расскажите о нем. Вот одна работа у меня произвела колоссальное впечатление. Вот настоящее расследование. Вылетел самолет, исчез, и пропал, и все. И 72 года спустя находят, выясняют. Ну, что выяснилось? С годы войны отправили самолет, который был не... Он час, двигатель час проработал всего, его даже не облетали. Отправили с аэродрома на аэродром. Двигатель, видимо, сломался, рухнулся. И сейчас все, ни летчик, ни судьба, ничего никого не интересовало десятилетиям. Сейчас вот коллеги наши взялись, рассказали. Вот это вот, что, блин? Восстановили судьбу человека, родственники, родственникам сообщили, нашли их. Они будут знать теперь, как и что было. Вот это, я понимаю, работа. Это, знаете, когда речь идет о нашей стране с такой трагической историей, то относиться к собственной стране, к собственной истории вот так вот, мне кажется, даже просто нехорошо. Это же не чужая история. Про чужую сторону можно рассказать все, что угодно. Какая разница? А про свою как-то неудобно, нехорошо. И, кроме того, совершенно бессмысленно, ничего же, никакие же не извлечешь уроки. Вот мы вступаем сейчас в подготовку к столетию Великой Русской Революции. И я с ужасом вижу, значит, какие появляются публикации. На немецкие деньги, на британские деньги, на американские деньги. Какое это все имеет отношение к тем трагическим событиям, которые происходили на территории нашей страны на протяжении 17-го года? Как это нам поможет понять, что произошло? Почему сломалась судьба России? И почему сто лет мы не можем выкарабкаться из этой ямы, в которую рухнули в 17-м году? Мы не представляем себе, как правило, какой была Россия до революции. А сейчас выстроены модели вероятного развития Российской империи, если бы не было 17-го года. Выстроены, кстати, не нашими учеными, а нашими некогда. Американскими учеными. Наихудший прогноз экономического развития Российской империи предполагал бы сегодня уровень жизни на уровне Великобритании. Не Германия была, а Великобритания. Американского уровня не достигали в любом случае в силу ряда объективных обстоятельств. Великобритания. И население 300 миллионов человек. И никаких десятков миллионов убитых, погибших, изгнанных, загубленных. Понимаете, что произошло в 17-м году? А мы себе ищем легкого, простого объяснения. А что мы себе объясняем? Мы отказываемся от понимания того, какой была история нашей страны. Мы отказываемся от понимания того, почему мы сегодня такие. Ведь не зря социологи фиксируют эту обращенность в прошлое. Это за этим что стоит? Наш страх, наша неуверенность в себе, наша робость нам не потянуть, не осилить, не сдюжить. Нам не справиться с проблемами, которые стоят перед нами. Обратите внимание, как это распространено по стране. Я вот очень много езжу где-то в регионах Дальнего Востока, там Сибири, с кем разговариваешь. Но все равно скоро китайцы придут. Почему, говорю, придут? Ну, все равно придут скоро китайцы. Не в том смысле, что в самом деле люди ждут китайцев, а в том, что если придут китайцы, то оно стараться, в общем, и не надо. Ну, чего стараться, если придут китайцы? Это индульгенция себе. Не будем сейчас ничего делать, все равно придут китайцы. Какой смысл? Всю свою жизнь я слышу разговоры о продал царизм проклятую Аляску. Вот мне на следующий год на пенсии всю свою жизнь я слышу эти разговоры. Сидят люди на скамеечке и говорят, вот негодяи продали Аляску. А вокруг мусор, грязь, брошено, работу, которую они не сделали. Ну, встаньте, сделайте здесь что-нибудь. Потом Аляска сама присоединится. Нет, вот если была бы Аляска. Я приобщился к мировой политике, рассказываю, что наискренне, в возрасте пяти лет. В доме, в подъезде, где я жил, был потоп. Что-то случилось с водопроводом. Хорошо запомнился, что весь, не только там моя мама, все мамы в подъезде бегали, где же эти водопроводчики. Вода течет, заливается, чудовище. Ну, я бы быстрее сбежал к ребятам во двор, чтобы был поиграть подальше от мамы разгневанной. Знаешь, я выскакиваю из подъезда и вижу на скамеечке сидят два джентльмена с характерными чемоданчиками. И мне уже в пять лет понятно, что это водопроводчики. Те самые, которые ждут в нашем подъезде. Я прохожу мимо них и слушаю разговор, который я запомнил навсегда, то, что в пять лет память очень хорошая. Один другому говорит, значит, кто у нас сейчас враги? Соединенные Штаты, НАТО, Турция, Израиль. Дальше я прошел и дальнейшего диалога я не слышал. Там заливало подъезд, два джентльмена беседовали о том, какую опасность представляют для них НАТО, Соединенные Штаты, Турция и Израиль. Это очень характерно для нас. Такого, я прошу прощения, в царской России не было. Не было такого. Страна развивалась нормально, люди чувствовали себя уверенно. Не было и споров о том, европейская мы страна или не европейская. Конечно, европейская. И ввязались в Первую мировую, потому что ощущали себя европейской державой, без которой судьба Европы решаться не может. Но споры славянофилов и западников, ведь они не такие, как сегодня. Люди, которые себя сегодня называют славянофилами или западниками, не имеют к тем никакого отношения. Там спор был о другом. Спор был о другом. Славянофилы говорили о том, что нужно развивать традиции самоуправления в стране российской. А западники говорят, что нужна более жесткая система управления. Вот о чем шла речь. Одни от Петра, другие от Древней Руси шли. И вот о чем шел спор. Спор шел, как правило, на французском языке. И часто за территорией России. Самодержавой православие и народность, эта формула принадлежала человеку, который исключительно на иностранных языках, говорил граф Уваров. Не были ли англофилами, или французами, это нисколько не мешало развитию России. Ощущали себя частью Европы и стремительно развивались. Вы знаете, что Государственная Дума предреволюционно обладала куда большими правами, чем нынешняя. Это ж в голову не придет, что в Государственной Думе в ту пору произносились речи, которые сейчас никто в подворотне не всякий произнесет против действующей власти. И ничего с ними не было. Шестнадцатый год. Война идет. Война идет. С трибуны Государственной Думы в ноябре депутат Милюков, обращаясь к правящему дому, говорит, вы изменники. И что с ним? И ничего не арестовали, не посадили, не сделали. Я не могу, не распирать, я должен вам рассказать. Это коллега написал книжку про Александра Ивановича Гучкова. Это был видный промышленник, крупная фигура в дореволюционной России, председатель Третьей Государственной Думы, потом военный министр во временном правительстве. Гучков был такой человеком с бешеным темпераментом, поссорился с коллегой, вызвал его на дуэль и ранил. Ну, это вообще-то уголовное преступление. Значит, затевается суд, как положено, ну, принимает во внимание все обстоятельства, тем не менее, приговаривает его к небольшому тюремному сроку. А он избран председателем Государственной Думы. А он человек, ненавидящий императора и императрицу, высказывающийся по этому поводу каждый день. Что делает император? Ну, что делает император, когда представляется такая возможность политического противника сгнобить, засадить? Что делает император? Император сокращает ему до минимума тюремный срок, потому что председатель Государственной Думы, по мнению императора Николая II, как представитель народа, должен работать в Государственной Думе, а не в тюрьме сидеть. А современный исследователь, и это главное, что я потом пишу, вот слабость-то царского режима, вместо того, чтобы взять и уничтожить политического противника, открыл ему дорогу. Знаете, мы два разных народа. У императора было представление о том, что его обязанность стоит в том, чтобы обеспечить деятельность Государственной Думы и позволить своему политическому противнику, коли он избран депутатом и председателем Думы, работать. А мы сегодня, вот дурак-то, надо было придушить козла, а он пропустил. Телефонного права не было в Царской России, не потому что телефонов было маловато. А потому что в голову не приходило, что можно воздействовать на уголовный суд. В голову такая возможность не приходила. У нас, не знаю, как сейчас учат в истории, в мои годы, революция, первая русская революция, 1905 года, там это неудачно, еще что-то. Удачная была революция, она закончилась главным, чем может закончиться революция, компромиссом между обществом и властью. Общество возмущенно отказалось от радикализма, отказалось совсем, к 1917 году революционеров в России не было. Власть поступилась своими правами, конституционная монархия появилась в России. Император сознательно ограничил свою власть. Вот, Петр Аркадьевич Столыпин добился никаких арестов без решения суда, без решения суда. Представляете, с 1917 года все это рухнет. Вот фигуры, между прочим, Петр Аркадьевич Столыпин, что он забытый, вспоминает иногда, а никогда не рассказывает о том главном, чего он хотел и чем надо было бы говорить. А что говорил Петр Аркадьевич Столыпин? Лучшее средство от революции. И единственная возможность двинуть страну вперед, это сделать крестьянина, хозяином своей земли. Он справедливо говорил, когда чужое возделываешь, неплохо работаешь. Над своим будешь трястись и работать, как следует. Но не раздавать, а продавать, потому что бесплатно раздашь, ценить не буду, как в воду смотрел. И старался это сделать. И за несколько лет он успел первые три года своей реформы подвести итоги в Государственной Думе. Рассказывал, какой колоссальный прирост сельскохозяйственной продукции в России. У экспорта был зерна российского. Сколько людей отправилось с удовольствием в Сибирь и на Дальний Восток. Сейчас оттуда идет, уезжают и уже все, не знаешь как, что сделать, чтобы люди там остались. И нельзя силой это делать. А поехали с удовольствием. У вас сделают, какой Сибирь стала колоссальным производителем зерна. Потому что на здравых основах человек рассуждал. Будь Петр Аркадьевич главой правительства, в Первую мировую бы не влезли. В 2009 году, когда аннексировала Австро-Венгрию, Боснию и Герцеговину, братья славян зажимают австрийцы. Надо воевать. Уже приказ о мобилизации двух округов. Столыпин рассказал начальнику жандармерии Петербурга, генералу Герасимову, поэтому этого история осталась. Я поехал к императору и сказал ему, вяжемся в войну, будет революция. И переубедил. Ну, до 2014 года Петр Аркадьевич не дожил. Был убит в 2011 году в Киевском театре, где в тот вечер давали сказку о царе Салтане. Театр есть, он только после ремонта. Есть место, где он стоял, где у него выстрелили. Единственное, что не нашел, когда мы фильм там снимали, хотел ряд снять, где сидел убийца. Этого ряда последнего нет, потому что они увеличили оркестровую яму, последний ряд исчез. История... Знаете, мы снимали в этом году, вот, готовясь к годовщине революции, такой 23-серийный фильм, документальный «Великая русская революция». И беседовал я примерно, ну, с 20-ю, наверное, российскими историками, лучшими нашими. И вот ты спрашиваешь у директора института российской истории, ну, сейчас-то, сто лет спустя, про 17-й год, ну, уж, конечно, точно можете сказать, да, я знаю, как все это произошло. Он говорит, нет, я не могу это сказать, мы не знаем. Мы не в состоянии описать этот сложнейший, чудовищный процесс, который происходил в 17-м году, где каждый день все что-то менялось, где такое количество различных факторов, сочетающихся интересов, различных. Это такой сложнейший, тяжелейший процесс, требующий описания. А я с ужасом слежу над тем, как мы откликаемся на это двухмерно, просто, примитивно, плоско. Так же, как мы сейчас описываем Великую Отечественную войну. Конечно, на то есть определенные основания. Знаете, какой-то опрос был, общественное мнение, скажем, в 96-м году гордились победой, там, скажем, 44% населения, а где-то в 2004-м уже 70%. И это не то, что с 96-го по 2004-й или 2006-й люди узнали, что она была, они всегда знали, что было. Это просто означает, что больше нечем. На победе Великой Отечественной сосредоточились все наши упования. Это вот та база, на которой мы стоим, на которой мы держимся. В сознании многих людей, неуверенных в себе. А мы эту Великую войну и то, что там происходило, сжали, ужали до невозможного, исказив и перевернув, и не осталось там того, что было на самом деле. Так сейчас смотришь фильм, где пять смершевцев, значит, за 52 минуты, что фильм идет, пару дивизий вермахта перемалывают, выключаешь и думаешь, а чего остальные 16-17 миллионов красноармейцев четыре года валандались, прохлаждались на фронте. Тут вон ребята за час, уже почти всех разговаривали. А остальные-то чего делают? Это, знаете, как издевка, как насмешка над людьми, которые прошли войну, над страной. Вот такое вот отношение. Вот такое, как это можно вообще? И самое, знаете, еще страшное, что миф, он всегда затмевает реальный подвиг. Ну, тут небольшое число людей моего возраста есть, может быть, кто-то помнит малую землю Леонида Ильича Брежнева, да? Ну, вот хорошо, немногие. Я напомню, что у нас страной в протяжении 18 лет руководил Леонид Ильич Брежнев. Не совсем молодым рассказывают, да? Леонид Ильич Брежнев был человеком очень любопытным. Он прошел войну. Ну, воевал, правда, в политотделе, тем не менее, он был на войне. И уже так сильно в пожилые годы, в конце 70-х, он стал, значит, своим помощником, окружением, говорит, ну что ж такое? Вот сколько говорил, говорил, надо воспоминания написать. Никто не помогает. Ну что же вы? Ну, упреки генерального секретаря не исполняется, значит, собрали бригаду из лучших журналистов страны. Поверьте, из лучших. Леонид Ильич с ними не встречался, не беседовал, ничего не рассказывал. Они сами описали и сотворили эту действительность. Первым вышла книга, написанная пером, двое из лучших журналистов советского времени, Анатолия Аграновского, если, ну, вряд ли кто помнит. Она была из самых выдающихся журналистов советского времени. Поэтому написано здорово, если кто читал «Малую землю», Леонид Ильич, поверьте, что написано прекрасно. Описывается там вот что. Описывается там десант уже ближе к концу войны, десант в районе Месхака, героические, героические события времен Великой Отечественной войны, ну и там, конечно, на виднейших ролях начальник политотдела 18-й армии Леонид Ильич Брежнев. Значит, «Малую землю» было велено читать всей стране. Ее читали, значит, в вооруженных силах, студенческих аудиториях, была кантата, песня, спектакль, рассказы по телевидению. Леонид Ильич Брежнев получил Ленинскую премию по литературе и вручавший ее глава Союза писателя Георгий Макеевич Марков прочертил прямую линию развития русской литературы от Пушкина до Брежнева. Леонид Ильич принял и пообещал, что он еще что-то напишет. И, верно, там писали люди. Ну, он вообще-то ничего не читал, но не важно. И «Малая земля» знаете, вот что самое главное, к чему я веду. «Малая земля» стала символом, что это предметом для издевок. Предметом для издевок, насмешек, ясидство. А ведь это был абсолютно героический эпизод в истории Великой Отечественной войны. А дело было вот что. Готовилось большое наступление. И, как положено, по военному искусству было решено нанести небольшой удар, чтобы отвлечь внимание противника. И в районе Мисхака ночью в ледяную воду высадились бойцы под командой, межпочем, нашего коллеги Лазаря Поперника. Он был до войны редактором многотиражной газеты на одном из заводов в Москве. Они высадились, вцепились в эту землю. А кто был там? Ну, ничего нету. Просто вот земля и все. Вот вцепились и усилили. А в последний момент основной приказ отменили о наступлении главном. И все силы немцев сосредоточились на этом плацдарме, где было очень небольшое число этих десантников. Там днем головы нельзя было поднять в прямом смысле. Там вся жизнь происходила ночью. Ночью раненых вывозили, ночью боеприпасы привозили, ночью кормили, там постираться могли, там еще что-то такое. И на сей счет есть реальные воспоминания. Они вцепились и не отдали эту землю. Я читал уже много позже, уже таким крохотным тиражом воспоминания редактора Красной Звезды, газеты Красная Звезда того времени, который рассказывал, что он тоже ночью, в другое время было нельзя, с командующим армией, генералом Леселидзе. Они высадались на плацдарм, посмотрели, что... А под утро надо уходить. И должен был их забрать Сейнер. И на берегу стоят они, командующие, редактор Красной Звезды, еще несколько человек и раненые, которые нужно эвакуировать. Поднимается волна, не может подойти судно. Начинает светать, немцы что-то видят и открывают огонь. Начинают рваться снаряды и раненый сержант вскакивает и говорит, товарищи, защитим командующего. И раненые поднимаются и выстраиваются вокруг командующего. армии. Я без слез не могу это считать. А каково было им там редактор Звезды пишет, что, говорит, ну слезы на глазах, эти же люди, они уже все доказали, командующий приказал всем лечь и так далее. Кто знает имена этих людей? Никто. Затмило историю реального, замечательного поведения человека на войне придуманной истории. Вот в чем ужас создаваемых мифов. Вот сейчас история с 28 панфиловцами. Я не знаю, надо ли подробно рассказывать или нет. Не рушь ты сознание. нет, я объясню, почему. Сейчас вы поймете, почему я об этом завел речь. Годовщина. Ну, без малого. Если мне не изменяет память, 28 ноября 41-го года была в Красной звезде статья завещания 28 павших героев. 28 ноября это была передовая, без подписи, автор был Александр Юрьевич Кривицкий. Замечательный наш с вами коллега, выдающийся публицист, я его хорошо знал, на первом курсе факультета журналистики писал курсовую работу по русскому языку, экспрессивно-выразительная лексика в произведениях публициста о Юрьевич Кривицком. Замечательно писал, поверьте мне, блистательный человек, поэтому передовая была такая сильная, прогремела на всю страну, и слова политрука Василия Клочкова «Велика Россия, отступать некуда, за нами Москва» тоже на всю страну прогремел. Потом он поехал, автор статьи, поехал, значит, на фронт, привез имена, они были опубликованы, все 28 человек, которых он назвал в статье, получили звание героя. И все было ничего, но когда освобождали Харьков, то в одной из деревень, органы госбезопасности арестовали начальника местной вспомогательной полиции, служившего немцем. У него, кстати, была там, не знаю, как он через Ленинград фронт, два раза была книжка о 28 героях, потому что он был одним из них, да. И выяснилось, что арестованный начальник вспомогательной полиции тот самый убитый в бою один из 28 героев. Тогда было устроено следствие главной военной прокуратуры, которая всю эту историю раскопала. Там есть показания самого автора статьи. Вы сейчас, люди молодые, не знаете, что когда писались такие статьи, передовые, они отсылались, естественно, в главное политическое управление Красной армии военно-морского флота. Инструктор политотдела автора спросил, скажите, а вот вы цитируете слова политрука Кулачкова, а его же убили, откуда вы знаете, что он сказал? Ну что, автор сказал, что это мой художественный вымысел, но я это придумал, то считал это правильно. И спор, в общем, идет вот о чем. Одни говорят, ну как же, ну вот так вот было, зачем же мы скрываем реальность? Другие говорят, не трогайте, это святыня, это образ, который укрепляет нас, который придает нам силы, который рождает нас патриотизм и так далее. Я вам скажу, что меня в этой истории больше всего потрясло, и чего я, прочитав эти документы, не могу забыть. Вот в те ноябрьские дни, когда не эти, не 28, а примерно 400 бойцов 1070-го стрелкового полка, если мне память не изменяет, погибли в этих самых местах, защищая Москву. Поскольку мы снимали сериал об обороне Москвы, то я вам должен сказать, что это было время, когда немцы почти что могли взять Москву. Там почти не было войск между немцами из столицы, почти некому было защищать. И на главном направлении удара стояла дивизия Панфилова, генерал-майор Панфилова, которая провоевала всего месяц. Он ровно один месяц провоевал, был убит. Это был месяц, когда была спасена Москва. Так вот, в эти дни погибло 400 бойцов вот на этом самом пятачке, защищая Москву. И в материалах главной военной прокуратуры есть допрос председателя сельсовета. Женщина, к сожалению, имя уже не помню. И она говорит, ну, понимаете, как, что после боя там наши немножко отошли, потом снегопады начались. Ну, потом, говорит, уже в начале 42-го, когда снег стаял, мы, конечно, ну, кого нашли, похоронили. Ну, не так много. 400 человек пали пали смертью храбрых, защищая столицу. Их даже не похоронили. Никто не под... список не составил этих людей. Не написал родным, что они погибли смертью храбрых. Значит, они числились пропавшими без вести. Кто понимает, могу объяснить, кто не понимает, что это означает. Это значит, что, может быть, к немцам перебежали. Это значит, что над семьей тен подозрения, ни продовольственного пайка, ни помощи вдове там или родителям, ничего. И так это висело. После войны, поскольку были 28, то этими четырьмя остами никто заниматься не стал. Не стали искать эти останки, перезахоронить, выяснить имена, сообщать родным. Зачем этим заниматься, когда есть миф, 23 февраля собрались, сказали там 9 мая красивые слова, никто не забыт, ничто не забыли, по рюмке выпили и разъехались довольные собой. А эти 400 так и остались непохороненными. Вот о чем идет речь. Вот я же о чем хочу сказать. Миф губит реальность. Миф затмевает подвиг реальный, убирает их из народной памяти, лишает нас этих людей. А что разве они не заслужили памятника каждой личного и так далее. И когда мы вот, ну все к чему к нашему, мы не отвечаем ни за политику партии, ни правительство, ни вооруженных сил, ни за нашими, за пределами наших возможностей. Но мы можем разобраться, мы можем выяснить, мы можем покопаться и рассказать. годовщине военный конкурс был. Учителя писали, как они отмечают день 9 мая. От Владивостока до Калининграда. Одни и те же слова. Но самое ужасное другое. Вот там была одна история, которую я не забыл. Вот в хорошем русском городе учительница пишет, в этот день, как и всегда, как и многие годы, я отведу своих школьников на улицу, названную именем юного героя, которого немцы там в 42-м году повесили в нашем городе, когда он был оккупиером. Мы не знаем, за что они его повесили, но подвиг его бессмертен, и я буду об этом рассказывать. А что за 70 лет нельзя было выяснить, за что казнили этого мальчика. Нет, в наших архивах есть немецы, немцы педанты были, убивали, записывали. Да неохота возиться. Понимаете, прийти, сказать красивые слова, отбарабаненные раз на всю жизнь, это несложно. А это надо возиться, это надо ходить, надо заниматься, надо тревожиться, неохота, неинтересно. В сердце ничего не отзывается. Но я думаю, от тех детях, которых она, значит, каждый год это рассказывает, они должны это чувствовать. Они, может быть, не умеют еще в силу юного возраста так рефлектировать и размышлять, но они фальш это чувствуют, не могут, не почувствуют. Значит, в них воспитывается на самом деле равнодушие к этому всему. И чем больше и пышнее мы это отмечаем, пафосно, тем меньше реального сочувствия тому, что происходило. Сколько в программах, даже вот обратите внимание в программах, которые на этом конкурсе, ну, там, корреспондент иногда, вот у меня дедушка тоже воевал, не знаю, правда, что он сделал на войне, но вот, говорит, что ж ты никогда не спросил это дедушку, что ж ты не поинтересовалась равнодушие, чудовищное равнодушие, присуще нам как профессионалам. Даже вот в собственной семье не расспрашивали. Знаете, сколько ушло поколение людей, ничего не рассказывали, потому что мы их никогда не спрашивали. Я когда женился, значит, меня будущая жена привела домой, такой важный момент, я старался там прилично вылить. А у меня папа воевал с 39-го года. Ну, как-то сели, и он мне стал рассказывать, там жена будущая говорит, слушай, а нам с братом он это никогда не рассказывал. Я говорю, а вы когда-нибудь спрашивали? Нет, говорит, как-то не пришлось к слову. Не пришлось к слову, ладно, это личное, это личное дело каждого, хотя я, честно говоря, этого понять не могу, как-то не заинтересоваться судьей собственной семьи. Как это так? Как не проследить цепочку? Но нам неинтересно и как профессионалам. есть ли материал о войне и корреспондент или корреспондентка открывает рот, я почти на 99% знаю, какие слова она сейчас скажет. Но зритель-то тоже знает, он уже это слышал вот здесь, вот, ему это неинтересно. пояснение истории страны, я еще раз позволю себе вернуться к этому, это, знаете, все-таки это, не боюсь слова долг и все прочее, вообще всех красивых слов боюсь, но в этом есть что-то какое-то гражданское самоощущение, ну, как же мы себе позволяем так равнодушно относиться к собственной стране, почему мы так не интересуемся, почему мы так холодны, почему мы так безразличны, так равнодушны, почему мы не хотим вникнуть в эти судьбы, а это распространяется дальше, ну, правда, вот на этом конкурсе есть несколько работ меня потрясших описанием тягостной жизни людей в нашей стране, счастья, что нашлись журналисты, которые за это взялись, история есть одна, бабушка 94 года в войну работала на оборонном заводе, живет в домике, домик так прохудел, что зимой снегом засыпает, бабушке денег, пенсии не хватает на ремонт домика, она начинает вышивать коврики, их продавать, собирая деньги, ну, вот случайно узнают наши коллеги, рассказывают об этом, и случается то, что должно было случиться, привлекли внимание, помогли бабушке, ну, счастье, вот это тот самый случай, когда мы нужны обществу, но ведь следующий вопрос возникает, при всем желании, при всей многочисленности журналистского корпуса России, мы не в состоянии охватить беды всего народа, населения страны, на все-таки не 300 миллионов, но 146 тоже немало, надо задуматься о том, каким же образом оказалось, что у нас в обществе нет структур, которые бы позаботились о женщине 94-х лет, да еще, которая оказала такой вклад, внесла в страну, в развитие страны, в оборону страны, работая в войну на военном заводе, как же у нас нет таких структур, у нас нет благотворительных фондов, у нас нет людей, системы, которые бы позаботились, как же это может быть, это же должно стать темой разговора, это же должно стать темой беседы с экрана, как так получилось, кто в этом виноват, не в том случае, там Петров, Иванов, а каким же образом мы умудрились такую страну создать, такое общество, при которой у нас нет такой системы, мы же все-таки, ну не бедствуем, страна, слава тебе, Господи, чего только нет, что не так, и что должно быть сделано, но мы не хотим этого разговора, это уж такой тяжелый, трудный разговор, мы не хотим, кстати, не так много, что-то в этот раз интервью, не так много таких ток-шоу, и я поражаюсь дипломатичности, вежливости, интеллигентности моих коллег, если пришел в студию начальник, так по-доброму к нему все относятся, так по-хорошему, даже иногда любя просто, ну спрашиваю, а насколько у нас сейчас хорошо в городе, а то он говорит, а будет еще лучше, да, говорит, волшебно будет, я отдаю должное воспитанности наших коллег, конечно, хорошо, что не хамили, но никаких, люди-то ждут ответа на вопросы, которые их волнуют, мы их не задаем, мы их не транслируем, мы вообще-то там не от себя находимся в студии, мы не от себя, мы не свой личный интерес удовлетворяем, он в лучшем случае должен совпадать с интересом аудитории, аудитория-то просит задать серьезный вопрос, когда это безобразие закончится, когда вы, наконец-то, там дороги построите, или мусор уберете, еще в лицо спросите, а что ты раньше-то делал, ты чем занимаешься вообще? Ну, мы не... Понятно, почему. Он мне ответит, ты что? Сказал, такой работой лишился, у нас в городе одна станция. Но можно найти другую формулу, я ведь не к тому, чтобы ругаться, упаси Господь, но русский язык невероятно богат, и можно найти формулу, в которой, не обижая стоящего перед тобой джентльмена, облеченного высочайшего полномочия, с недвусмысленного задать ему вопрос, и было ясно, что он не исполняет своих обязанностей, и в городе власть не та. Задать вопрос, почему она оказалась не та, если бы за него только что проголосовали. Мы когда голосовали, отдавали себе отчет о том, что мы делаем, вы, дорогие слушатели, зрители и читатели, зрители в данном случае, вы вообще, когда голосовали, о чем-нибудь думали, вопрос надо вернуть зрителям, ну и так далее. То есть, много всего, чего следовало бы нам делать, а мы не делаем. Ну и не делаем. Потому что это тяжело. Это требует работы. Значительно проще и легче по шаблону, по написанному, или как в ухо редактор говорит, или на бумажке заранее аккуратненькие вопросы, все одни и те же. Все совершенно одинаково. Редко, когда ты живое слово услышишь, просто радуешься, господи, живой человек какой-то заговорил, как-то по-человечески, заслушаешься даже. А так, ну и боже мой, я это уже слышал. Знаете, я, наверное, очень долго говорю, может быть, какие-нибудь есть вопросы, какой-то диалог, потому что, знаете, я вообще слово мастер-класс не выношу, потому что он предполагает наличие мастера, здесь вот точно нет. Ради бога. Леонид Михайлович, на провокационные вопросы отвечаете? В таком случае... Может быть, сумею уклониться, если повезет. Прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете о таком выражении? Антисоветчик всегда русофоб. Я не знаю, что такое русофоб. Я пытаюсь представить себе, есть ли у нас люди как американофобы, например. Ну, есть на телевидении, правда, не верю их в искренность, зная особенности их биографии и семейной жизни. Я не знаю, что такое русофоб. Человек, ненавидящий народ. Я не знаю, что это такое. Мне кажется, так же, как антисоветчик, как вредитель. Это все придуманные термины. Я сейчас не без ужаса прочитал в одной газете что-то такое о вредителях. Это после того, как русская историческая наука установила, что никакого вредительства как явления не было. За вредительство у нас посадили сотни тысяч людей, а его не было. А вредительство – это что такое? Это поскольку большевики, ну, кто убежал, изгнали весь, так сказать, инженерный корпус из страны или посадили, то на производстве оказались непрофессиональные люди, у которых все рушилось и все ломалось. Но признать это означало бы признать собственную некомпетенцию, что это мы сделали. Поэтому возникло этот термин вредительство. На самом деле, мы-то все правильно, нет, какие-то вредители, тайны по заданию. Тогда это была польская, румынская разведка, такие были в ходу. Значит, они у нас там шахты ломают, оборудование портят, станки выводят из строя и так далее. Все, знаете, вся эта терминология не имеет никакого отношения к профессиональной журналистике. У профессионального журналистка таких слов нету и быть не может. Мы вообще не должны на себя брать обязанности, которые мы не можем на себя взять. Мы не можем воспитывать. Ну, может быть, у кого-то здесь есть дипломы людей, которые имеют право воспитывать, а в выпускнике факультета журналистики у них в дипломах не написано, что они могут воспитывать. Мы не должны никого воспитывать. Мы не должны никого учить. И мы даже не должны ничего оценивать. С какой стати? Кто мы такие, чтобы оценивать? Журналист не должен себя брать лично. Все, что может журналист, разобраться в ситуации, проанализировать, собрать всю информацию и представить читателю, зрителю и слушателю. Все. На этом наши обязанности заканчиваются. Когда ты видишь такие, как ты говоришь, оценочные суждения в материале журналиста, это, как правило, не журналистика. Ответил, нет? Не ответил. Я прошу прощения, у нас остается две минуты. Еще прям один вопрос. Поэтому последний вопрос. Здравствуйте. А вы участвовали в такой акции, как «Бессмертный полк» и ваше вообще отношение к этой акции? Вы знаете, это замечательная акция и я бы всячески поддерживал. Теперь есть целое направление в истории, очень важное, это частная история. Мы на протяжении десятилетий воспринимали историю как историю политиков, генералов, крупных фигур, упуская из виду вот эту важнейшую историю человека. Поэтому у нас на самом деле пропало огромное количество писем, фотографий личных, все это куда-то. Да что говорить, вот у меня дома лежит архив Леонида Ильича Брежнева. Знаете, как ко мне попал? Через мусорный ящик. Его просто выбросили. Выбросили на помойку. Там нашлись люди хорошие, которые сообразили что-то такое. Может быть, даже что-то потерялось, я предполагаю, и принесли его, мне знаю, мой интерес к Леониду Ильичу. Частная история должна быть сохранена, по возможности восстановлена, потому что, ну, во-первых, она позволяет по-другому увидеть. Знаете, люди, кто этим не занимается, они верят в какое-то такое всемогущество архива. Вот там в архиве там что-то такое. В архиве, как правило, не что-то такое, а огромные кипы, часто, особенно пустых бумаг. И они не... Документ врет часто, документ не дает представления о том, какой была эпоха. А личные воспоминания, дневники, письма, бесценный источник для понимания того, как мы жили. Очень поздно мы спохватываемся, очень много утрачено и уже невосстановимо. Ну, скажем, вот такая часть национальной истории, как Первая мировая война. И мы сейчас даже, не знаю, кто учился в Советске, не знаю, как сейчас, в советские времена, что там в этом периоде было уделено, там, конечно, страничка другая, ничто. А ведь Первая мировая война изменила судьбу мира. Не Вторая мировая, а Первая. Она изменила судьбу нашей страны. Вы сейчас какой конфликт не возьмете, это все результаты Первой мировой. Ирак, Сирия, это же все результаты Первой мировой войны, когда тогда делили не очень удачно территорию Ближнего Востока. За что не возьмешься, это все Первая мировая. А у нас почти нет. У нас, знаете, в Москве-то, я вот просто на Соколе живу, и там рядом с нами, там в годы Первой мировой был госпиталь. Многие умирали, их там же хоронили. Вот на этих костях стоят дома, и очень, ну сейчас просто годовщине кое-что обновили, маленькие была такая небольшая надпись, что никто не замечал, что здесь когда-то в Первой мировой был госпиталь. И это чуть ли не единственный памятник в Москве был Первой мировой войне, на которой погибли миллионы людей, на которой замечательно сражались русские солдаты, офицеры. У нас такое презрительное отношение вот в Первой мировой. А я позволю себе напомнить, что в Первую мировую немец-то не только до Москвы, до Питера, до Волги не дошел, до Минска не дошел. Немецкие войска вошли в Минск весной 18-го уже при большевика. Вот, говорит Николай Второй, слабый был командующий, да при нем немцы никуда не продвинулись, на чужой территории воевали. Понимаете, прекрасные были офицеры, генералы были выдающие, солдаты были прекрасные. Все ухнуло, исчезло. Нет. Последний вопрос, если можно. Леонид Михайлович, скажите, вот вы сейчас говорите, что мало правды, а почему тогда, на ваш взгляд, во-первых, федеральные каналы, да, об этом очень мало говорят, и повестку они, именно они формируют повестку, которой потом следуют губернаторы, главы городов, и там чиновники поменьше, поменьше, поменьше. Вот почему этого тогда не делается, раз это очень важно? Ну, это тема очень большого разговора, если коротко, то у нас в стране произошла политизация или инструментализация истории, назовите это как угодно, то есть превращение истории в инструмент политики, когда начальникам кажется, что выстраивали правильную историю, они создают себе какие-то возможности в текущей политической жизни. Поэтому выстраивается история приятная, приглаженная, она по разным мотивам нужна, один компонент истории создает ощущение, что только жестокие властители нужны, и что как бы жестоко ни поступило, это и есть на благо страны. Другой компонент своей истории, что надо поступать жестоко, это некая индульгенция на любые действия, разные, разные варианты. Единственное, что я вам должен сказать, что в определенном смысле традиция. Я очень люблю Александра Ивановича Герцена, который в 19 веке сказал, русское правительство, подобно обратному проведению, устраивает к лучшему не будущее, а прошедшее. Сколько сменилось за это время властителей, страны, а традиция остается. Еще вопрос можно? Самый последний вопрос. Самый, да. Во-первых, огромное спасибо, получил искренне эстетическое наслаждение от того, что я сейчас слышал, от того, как вы говорили. С самого начала вы сказали, на мой взгляд, страшную вещь об обращенности в прошлое нынешнего поколения. И вы еще сказали такую вещь, что, если я правильно понял, российский народ сейчас и сто лет назад, это ментально разный народ. То есть, тот народ был обращен в настоящее, он что-то делал. В будущее. В будущее. Вот я хочу такой вопрос задать, если сравнивать не с народом, который был сто лет назад, а с тем, который был 30 лет назад. Я хорошо помню, как в 80-е годы люди, работая, всегда говорили о том, что вот нам сейчас тяжело, но детям будет лучше, а внуки будут жить совсем хорошо. Вот тогда народ точно был обращен в будущее. И мне иногда казалось, что мы как раз, наша проблема в том, что мы не живем настоящим, а мы реконструируя под себя прошлое, обращаемся слишком в далекое будущее. А вот здесь и сейчас живут французы, которые наслаждаются бокалом вина и хорошей жизнью именно здесь и сейчас. Вы правы. Французы по подсчетам сологов обедают дольше всех в мире. вы правы. Так вот вопрос. Все-таки мы отличаемся только от тех, кто жил сто лет назад или за вот эти тридцать лет тоже что-то случилось и мы тоже разный народ? Вы задали непростой, но очень болезненный вопрос. Но я постараюсь максимально коротко. Первая мировая революция гражданская война, которые не только умертвили миллионы людей, но и смыли всякую пленку цивилизованности. Знаете, вот в Сибири в некоторых местах крестьяне, они же были не за белых и не за красных. Они и тех, и тех не любили. Вот какой-нибудь отряд к ним попадет, белый или красный, они их поймают, разоружат. Значит, вырывали яму, опускали туда живого человека лицо вниз, закапывали, а ноги по колено оставляли на поверхности. И крестьяне собирались и смотрели под... Кто быстрее умрет, им интересно было посмотреть. Они не были садистами прирожденные. Это были обычные люди. Но в гражданскую войну смыло пленку цивилизованности. Мы себе не отдаем... Для людей моего поколения гражданская война это фильм неуловимый, прощение неуловимых мстит. Такое веселое приключение, веселая, забавная авантюра. А это была страшная война, может быть, более страшная, чем Великой Отечественной. По числу жертв меньше, но Великой Отечественной был фронт. А кто за фронтом, тоже, конечно, тяжело жили, но не так, как в гражданской, где фронт рассек, буквально в смысле каждый дом. Ведь это же не шутка, брат, против брата. Вот, ну сейчас, знаете, газ отключили до вечера, черт как, ни воды вскипятить, ничего. Окно разбилось, бог мой, надо бежать, скорее ремонтировать. А там окно разбилось, а вставили через четыре года. А воду отключили не было все годы. И в любую минуту открывается дверь, или убьют, или ограбят, или еще что-то. Последствия гражданской войны не только в прямом физическом смысле, а в морально-нравственном чудовищном. И, ведь это же еще привычка, это винтовка рождает власть, это не Мао Цзэдун придумал. Это ощущение, что все проблемы решаются винтовкой, и что враг всегда может быть рядом. Это все не могло не оказать времени. А иммиграция, которая там миллион человек, не худших в нашей стране, вымала. А что дальше? А коллективизация, как уничтожение русского крестьянства. Просто уничтожение полное. Вот и все исчезло, вот эти люди, которые поднимали страну, их просто перестали, перестали существовать как классы, и так далее. Это все не могло пройти без последствий. Видите, есть шрамы, которые не заживают. Подъем такой интеллектуальный, духовный, и вы можете это легко заметить по взлету литературы и искусства, это послесталинское десятилетие. Оно не только вот вошло в историю невероятным подъемом науки, техники, ну, в космос-то полетели, когда, ракету когда запустили, когда выдающаяся литература появилась, и живопись, и театр современный, все это в эти десять лет. Но там есть такой интегральный показатель, очень важный, это рост продолжительности жизни. А в 20-м столетии Россия только два раза достигала уровня Соединенных Штатов по продолжительности жизни. В начале века и вот хрущевское десятилетие, а потом опять падение. Вот это был момент подъема. В 80-е годы уже было, знаете, что разочарование. Уже была некая усталость от этих людей, стареющих на трибуне, и прямо на глазах осыпающихся один за другим. Счастья не помню, пятилетка пышных похорон была такая горькая, такая была шутка, она горькая на самом деле. Было уже разочарование. А то, что мы сейчас, это ведь простая вещь. Смотрите, строили, социализм не построили, ничего не вышло, выяснилось, что все не то. Стали создавать демократии еще что-то, ощущение, что не получилось. Распад Советского Союза и все трудности 90-х воспринимаются как неудача. Мы, может быть, не задумываемся, воспринимаются обществом как неудача. Более того, когда начался, почему мы сейчас отказываемся от истории такой, как была и выдумываем себе новую, потому что, когда выплеснулась реальная история, ведь это же и выяснилось, что столько всего было фальсифицировано, это ведь что означает? Что мы не те, за кого себя принимали. Как с этим смириться? Невозможно с этим смириться. Это историческое зеркало не годится, его даже разбить нельзя, потому что, значит, признать факт его существовать. Унесите его, принесите другое, и приносим себе другое зеркало. Так что, это мы, я имею в виду нас коллег, нашего брата и нашего сестру, не очень хотим задумываться над тем, что с нами происходило в 20-м столетии, какие тяжкие, через что тяжкое мы прошли, как тяжело это на нас отразилось. и не хотим, потому что признание это требует, что от нас требуется сейчас колоссальные усилия для того, чтобы двигаться вперед. Мы должны, мы как общество, должны делать огромные усилия над собой. Ну и тяжеловато, не хочется, хочется посидеть, отдохнуть на скамеечке и поговорить о том, зачем же продали Аляску. Да ради Бога, конечно, я вообще не понимаю. Извиняюсь, я просто, у нас такой разговор сегодня интересный об истории, конечно же. Вопрос, знаю, что здесь в зале много представителей ВГТРК и ГТРК, да, филиалов. ВГТРК, априори, считается это главной пропагандист страны, наверное, Леонид с этим согласен. Вот у меня вопрос. Из вашей речи я понял, что честным можно назвать того журналиста, который априори не любит власть и раскапывает из нашей истории вот такие факты разрушает мифы. То есть, то, что, например, мы изучали в школе, вот он раскопал, выявил негатив и этот человек, который рассказал об этом негативе, будет являться честным с вашей точки зрения из того, что я сегодня понял. Если возвращаться к разговору о Российской империи, не кажется ли вам, что именно честные журналисты разрушили Российскую империю? И у власти как раз не было тех пропагандистов, которые могли ее защитить от этих честных. Спасибо. Вот есть такая наука рецепции. Вот ты говоришь одно, воспринимаешь себя не всегда точно. Но это всегда твоя вина. Мне вот преподаватель по геометрии однажды сказал, вы должны говорить не так, чтобы вас можно было понять, а так, чтобы вас нельзя было не понять. Я попытаюсь сформулировать еще раз. Журналист не задается целью сказать плохое или хорошее. Он вообще не знает, каков будет результат. Его задача стоит в том, чтобы выяснить, разобраться максимально и притащить всю информацию, проанализировав и предложить. Что из этого, какой вывод из этого сделает слушатель, зритель и читатель? Мы не должны над этим задумываться. Мы должны исполнять свой долг. Врач обязан, для меня это очень параллель с каждым годом, все более понятное. Врач должен сделать все, чтобы помочь больному, если он болен, сказать ему, дорогой, ты должен бросить пить, курить и перестань есть лишнего. Заставить не может, но сказать обязан. Потому что в принципе может больному сказать, да ты отлично слушай, блин ты на все, иди гуляй. Он пошел и умер от туберкулеза легких через год. А может сказать, милый, пойди-ка ты сделай одно обследование, другое, полечись и так далее. Вот журналист обязан делать это. А расскажет ли он о подвиге или о чудовищной ошибке, это не имеет значения. Это он не ставится. Вот скажу-ка, что он плохой или скажу-что нехорошее, это равно не годится для журналистов. Просто дело стоит в том, что мы не занимаемся как правило. Но если все хорошо, здоровый человек не приходит к врачу. Приходят-то больные, поэтому журналисты вынуждены занимаются больными ситуациями, болезненными, запущенными. Поэтому, как правило, говорят плохое. А кто еще это сделает? А кто еще поможет этой бабушке 94-летней? Никто не помог. Вот приехали ребята, сняли, показали и помогли. Вот в чем состоит задача журналистов. Что касается Российской империи, то не стоит преувеличивать возможности журналистов и предполагать, что журналисты способны разрушить империю. Что же жалкая империя, которая может разрушить журналистское сообщество. Не надо так неуважительно относиться к собственной стране. Революция и еще что-то случается всегда в результате многосложных сочетаний различных факторов и не журналистов и никому другому не под силу это совершить. Даже если бы они по какой-то глупости бы это захотели. Другое дело, вы правы, вот в чем. Там всем не хватало мудрости. Это правда. Вот военным, которым хотелось избавиться от Николая, потому что что мы даже полковнику докладывали, это тоже деталь, которая потрясает. Отец императора произвел его в полковнике, так он полковником и остался, а самого себя произвести в генерала императору в голову не приходило. Это же потом легко так будет делаться. Военно-промышленному комплексу казалось, что зачем им этот император, они сами хорошо управляют экономикой и так далее. Множество людей некая сумонадеянность мешала трезво посмотреть. Это правда. Трезво смотреть на окружающий мир очень трудно. Мы с вами тоже, боюсь, не очень трезво и отчетливо понимаем, что происходит сегодня, увы. Увы и айда. Спасибо большое. Нет никаких на последнем при жизни Йосифа Виссарионовича стали на 19-м съезде партии и избрали ЦК. Ну, ЦК это такое высшее слое управления. Собрались новые избранные. Это было много молодых партийных работников, они все собрались, появился Сталин, они ему стали аплодировать, он посмотрел, зал сказал, в своем кругу мы этого не делаем. Спасибо всем большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова